Сейчас мы поговорим о зерноочистке. Дело в том, что когда фермер убирает культуру с поля, она имеет в своем составе различные примеси мусора и других веществ. Поэтому фермер вынужден чистить эту культуру с помощью зерноочистительного оборудования. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем фермер мог продать дороже эту культуру, чем неочищенную и не потерять прибыль. Соответственно, зерноочистительное оборудование может быть мобильным, может быть стационарным. Посмотрите, как работает мобильное зерноочистительное устройство. Мобильное зерноочистительное устройство самодостаточное. Они могут работать на открытых площадках, либо складах. Они сами себя загружают, производят очистку и сами себя выгружают, либо насыпью, либо загружая зерно в транспорт. Также бывает зерноочистительное оборудование стационарное. Оно обычно устанавливается в стационарные комплексы и работает в составе с другим оборудованием. Посмотрите, как работает стационарное зерноочистительное оборудование. Продолжение следует... Стационарное зерноочистительное оборудование не может само себя загружать и выгружать. Соответственно, для этого в комплексе предназначены нори, транспортеры, бункера и так далее. И обычное зерноочистительное стационарное оборудование с этими комплексами и работает. Также зерноочистительное оборудование имеет такой параметр, как степень очистки. У зерна есть такой показатель, как сорность. То есть это из 100% всей массы культуры, сколько процентов посторонних примесей. И в зависимости от того, какое оборудование используется, в итоге это оборудование может чистить зерно до товарной сорности. Это где-то 5-7% примесей на выходе остается. До ГОСТовской сорности, это примерно до 3% сорности примесей в этом зерне. Либо оборудование может чистить на семена. В таком случае должно быть до 1% посторонних примесей. И этот вопрос тоже необходимо задавать фермеру. Следующий вопрос, который нам необходимо задать, это какая производительность оборудования. То есть это сколько тонн культуры оборудование может почистить за 1 час времени. Это может быть 5, 10, 20, 100, например, тонн в час. Соответственно, мы тоже должны понимать, какие потребности у фермера задавать этот вопрос. Также мы должны понимать, по какой именно культуре будет производиться очистка. И вот производительность, о которой мы узнали, для какой имеется в виду культуры. Потому как производительность, которая указана в паспорте зерно-чистительного оборудования, она написана для культуры пшеница. Если фермеру нужно чистить какую-то другую культуру, то он получит другую производительность, не ту, которая указана в паспорте. Почему? Потому что каждая культура имеет разный удельный вес. То есть удельный вес – это показатель веса на 1 кубический метр. То есть в 1 кубическом метре пшеницы содержится ее вес 750 килограмм. Но, например, семечка подсолнечная, она легче в 2 раза. Соответственно, в объеме 1 кубический метр содержится 350 килограмм семечки. У нас зерно-чистительное оборудование работает с объемом. И за час оно может переместить, почистить определенный объем. И в одном и том же объеме культуры семечки будут в 2 раза меньше по весу, а пшеницы будут в 2 раза больше. Соответственно, мы должны точно понимать, до какой культуры будет использоваться данное зерно-чистительное оборудование.